Читальный зал под открытым небом. Летняя передвижная библиотека – это не про храм знаний со сводом строгих правил, где на вас шикают из-за малейшего звука. Тишина – это уже не про нас, отшучиваются библиотекари. А читатели согласно кивают. От новинок художественной литературы до научной. Стихотворения на ингушском, русская и зарубежная классика, книги по истории, краеведению и не только. В передвижной библиотеке есть книги на любого читателя. Милана Балаева признается – пришла за книгами своего любимого автора Фреда Адра. Я люблю больше жанр путешествия, включения. Так я люблю читать книги. Книга – это «Лис Улис». Это книга о Лисе, которая собирает команду, и они собирают обрывки карт, чтобы найти золото, склад. Сломать шаблон привычной библиотеки, но при этом сделать литературу доступнее. Задача летних читальных залов сократить путь от читателя до библиотеки. Я здесь не впервые. Здесь очень интересно. Есть разные книги разных жанров. Очень люблю читать русскую классику, особенно Александра Сергеевича Пушкина. Летний зал для чтения национальной библиотеки Ингушетии открывается в республике уже несколько лет подряд. В этом году его сотрудники подготовили программу презентации различных сетевых проектов. Путешествует многофункциональный центр по различным уголкам Ингушетии все лето. Мы выезжаем в различные районы республики. Каждый желающий по месту пребывания может посетить нас, ознакомиться с нашей литературой, а также с изданиями, которые выпускает сама библиотека. Желающие могут посетить наш летний читальный зал. Для этого нужно ознакомиться с графиком наших поездов на сайте национальной библиотеки, а также в соцсетях. Ждем всех желающих. Здесь учтены особенности книголюбов от мала до велика. В библиотеке доступна функция буккроссинга, где совершенно бесплатно можно взять любую понравившуюся книгу, а взамен оставить свою. А вот специальная машина «Библиобус» – настоящая находка. Она оснащена компьютерным оборудованием с выходом в интернет. Много возможностей как для людей с слабым зрением, так и вообще незрячими. Есть компьютер и рабочее место для удаленного управления, для работы с компьютером. Человек может просто, ну незрячий. У нас есть пандусы, для инвалидов тоже есть возможность. И просмотр, ну просмотр это будет, конечно, грубо сказано. Они могут прослушивать все, что есть на экране. Это специальные программы для слабовидящих и незрячих. Уже 10 июня летний читальный зал переместится в Назрань. За три летних месяца передвижная библиотека должна побывать во всех населенных пунктах Ингушетии. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакеев, Новости 24.